Ограничения есть в нашей жизни с самого рождения. В детстве нам что-то запрещают родители, в школе учителя, но когда мы вырастаем, то сами себе можем что-то запрещать. Вот, например, сейчас идет Великий пост. 48 дней постящиеся ограничивают себя в еде, вредных привычках, если такие есть, и каждый день молятся. Говорят, в Великий пост нельзя даже жениться. Сегодня узнаем, какие ограничения есть у горожан и как с ними жить. Как ребенка воспитать? Нужно ему запрещать что-то или нет? Ограничивать в чем-то? Мне запрещают телефон. Нам 30 минут только. У него на работе одни женщины, я не могу это запретить. Смирились? Ну да. Так аппетитно кушайте, я к вам подсяду. У нас сегодня тема интересная. Ответьте нам на один вопрос. Рискните. Ой, страшно. Я так вижу, вы себя ни в чем не ограничиваете. Нет. На фигуру-то влияет, наверное? Конечно. Все равно хочется? Да. Вы чего сидите здесь? Подругу жду. Откуда? С тренировки. Пост соблюдаете? Сейчас Великий пост идет. А я соблюдала его неделю, потом у меня укранили гемоглобин, и я чуть не упала в обморок. Есть какие-нибудь у вас запреты или ограничения в жизни? В чем-нибудь себя ограничиваете вообще? Я законом ограничен. Для чего вот эти посты придуманы? Для очищения организма, конечно, для поддержания. Фактического? Нет, не только. Ментальное, психологическое и так далее. Мне кажется, это полезно. Обязательно. Я не ограничиваю. Если нужно, если хочется, нужно брать, нужно себя баловать. А ревность бывает? Ну, как вдруг. Ну... Я же не могу запрещать другу в десятку самых лучших инструментальщиков России. Я же не могу запрещать другу. Мне кажется, вы хотели бы что-то большее с вашим другом. Ну, может быть. Она об этом знает? Ну, я думаю, догадывается. Мне в Сибирячке только что доверили сделать двое ножничков. Ага. Чистые японцы. Ага. Вот раз вы мама двоих детей, очень часто говорят, что это время остаться наедине с собой. Это пока дети не видят, да? Да. Я на днях столкнулся, били старого человека, я достал ножницы в обои руки. Ну, и так что я не стал их бить, я не знаю, я только показывал. Ну, и... Они, тихо, разбежались. А если мы перейдем на тему отношений, там тоже делайте все, что угодно? У вас есть девушка, видимо, да? Да? И вы просто не хотите говорить, что вы... Что? Что? Это не ограничение, а нужно искать возможности, чтобы это получить. Поэтому так расширяется сознание, человек начинает привлекать то, что ему нужно. Воспитание нынешнего поколения какое-то не такое, какое у нас раньше было. Всегда с воли, наверное. Компьютер, 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 компьютер. Деньги, 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 деньги. Мы раньше в хоккей, в футбол гоняли. А сейчас что-то не то пальто. Вы в кино пришли? Нет, я жду тренера своего. А вы занимаетесь чем-то? А чем? Боксом. Сейчас жизнь совсем другая уже. Да и весь мир поменялся. Все мир в озере не поменялся. Я, честно говоря, разочарован в нынешнем поколении. Есть, конечно, единицы нормальных людей, но основное – пацаны испорченные. Вы добровольно пошли в спорт, и вы нормально относитесь к ограничениям? Ну да, конечно. Это же мой выбор. Много в чем нужно ограничиваться. Немало, а много. То, что мир тебе начинает давать, откликаться. То есть, если восприятие себя, самоценности на достаточном уровне, соответственно, все и привлекается на это состояние. Полностью избавиться от запретов и ограничений в нашей жизни, конечно же, мы не можем. Но если у вас есть такая возможность, пожалуйста, делайте то, что вам нравится. И просто живите в кайф. Но помните, что во всем должна быть мера. Анастасия Левина, Жаргар Дынеев, телекомпания АТВ. Андрюха, ты и я. Ангелочки полетели только-пока. Анастасия Левина, Жаргар Дынеев